Путь Шишканова Олег Шишканов, которого силовики назвали лидером раменской преступной группировки, находится под стражей с 15 июля 2019 года. Его арестовали сотрудники ФСБ по статье 210.1 УК РФ, занятие высшего положения в преступной иерархии. Однако затем к этой статье неожиданно добавилось еще дело об убийстве депутата Татьяны Сидорова и ее семьи. Долгое время они числились пропавшими без вести, пока не удалось установить, что их исчезновение связано с группировкой Шишкана, которая расправилась с жертвами, а затем закопала тело в Подмосковье. Не так давно захоронение было обнаружено на глубине 4 метров, откуда извлекли тело, Сидоровой, ее супруга Владимира Кремнева, сына от первого брака Александра Сидоровой и сестры Зои Бочковой. Теперь у следствия много работы, прежде чем вор в законе пойдет под суд. Между тем, у Олега Шишканова уже был срок, в котором также фигурировало убийство и уничтожение от трупа. В далеком 1981 году, когда Шишкану было всего 17 лет, его осудили за групповое изнасилование и убийство на 10 лет усиленного режима. Как говорит источник, будущий криминальный авторитет сам не принимал участия в преступлении. Его совершили более старшие товарищи, которые являлись уголовными авторитетами. В случае их обвинения, преступникам грозил расстрел, поэтому их выбор и пал на стремящегося в воровские круги подростка. К тому времени Олегу уже хорошо знали на районе, как одного из молодежных авторитетов, и ему предложили взять всю вину за совершенное преступление на себя, чтобы отмазать старших. Учитывая его возраст, Шишкану расстрел не грозил, вместо него он получил очень крупный срок. Когда Шишканов начал отбывать наказание в лагерях, то никто из блатных не пытался предъявить ему запозорную статью, так как люди уже были извещены о том, что молодой паренек взял на себя чужую вину, причем не простых преступников, а имеющих большой авторитет в криминальном мире. Это обстоятельство и почитание воровских законов сблизило его с вором в законе Тарасом Хурцелавой, дуру, с подачи которого он стал смотрящим в ИТК номер 11 в Пермском крае. Здесь же произошло его знакомство с такими законниками, как Худа Гасаян, Худа Саратовский, и Захарий Калашов, шакры молодой. После отбытия десятилетнего срока, Олег Шишканов освободился уже известным в уголовных кругах авторитетом. Поэтому не мудрено, как писали СМИ, что он был коронован сразу же по освобождению в 1992 году. Коронация произошла в московской гостинице Измайлова. С тех пор Олег Николаевич стал самым влиятельным человеком в Раменском районе. Говорят, что мог решить практически любые проблемы как на своей территории, так и в Москве. Его интересы распространялись на многие регионы России. Шишканов стал известен уже и в бизнес-среде, а также представлял из себя чуть ли не общественного деятеля. По крайней мере у него в друзьях много артистов и влиятельных лиц. Для всех знакомых Олега Николаевича стало неожиданностью, что его арестовали. Казалось бы с такими связями можно было чувствовать себя в безопасности, но проблемы начались после того, как в 2012 году пропала его партнер по бизнесу Татьяна Сидорова со своей семьей. Сразу же начались слухи, что к исчезновению причастен сам Теневой хозяин Раменского. Но вор в законе, не обращал должного внимания на слухи. Даже когда делом конкретно занялись следователи, Шишканов не считал, что к нему могут прийти силовики, так как все было под контролем. Но он ошибся. 15 июля 2019 года сотрудники ФСБ произвели его задержание. Теперь помимо статьи о занятии высшего положения в криминальном мире, Шишканову вновь грозит обвинение в убийстве. В настоящий момент Олег Николаевич содержится в СИЗО.